Всем привет! Думаю, многие сталкивались с проблемой, что видеокарта немножко прогинается. Даже если это не топовые видеокарты, как правило, они из вот этого края чуть-чуть висят. То есть, видите, если сделать вот так, она идет чуть-чуть вверх. То есть, все равно просадка есть. Это особо не вредно, если вот, например, как полидуалы, они не сильно тяжелые. Но если у вас еще больше здесь система охлаждения, то, конечно, уже лучше ее чем-то подпирать. Но я пришел к выводу, что, в принципе, лучше подпирать любую видеокарту, так как во время нагрева всего этого, то есть, со временем текстолит может все-таки просесть немножко от нагрева, и потом может видеокарта из-за этого выйти из строя. Есть специальные в магазинах штучки, продаются такие, которые распорка ставится и подпирает типа видеокарту. Но покупать это бесполезная трата денег, как по мне. Поэтому я сейчас покажу вам небольшой метод, как это можно сделать без покупки чего-либо. Специального. Значит так, нам понадобится обычный сантиметр или линейка. Нам надо померить расстояние от видеокарты до, получается, корпуса. Если у вас корпус с верхним еще блоком питания, то у вас надо чуть больше что-то будет придумывать. Если с нижним, то и так сойдет. Находил в интернете информацию, что человек прикручивал вот сюда планку железную, которая держала вот так видеокарту, она где-то вот досюда ее будет держать. Это абсолютно бесполезная хрень. Она ее будет держать точно там же, где держат болтики. Вот с этого края, там где надо ее подпирать. Она нифига держать ее не будет. Значит вот. И когда померили расстояние, вам нужно найти вот предмет вот такой вот высоты. Примерно. Чуть-чуть с запасом буквально. И должен он состоять или из резины, или из пластмассы. То есть, это что-то должно быть не железное. Потому что железное может упасть куда-нибудь на плату, что-нибудь замкнуть еще. Ну, то есть, это опасная штука. Лучше ставить что-нибудь электрическое. В моем случае я вот нашел вот такую бутылочку. Это такая маленькая бутылочка. У нее как раз 8 сантиметров где-то примерно высота. Вот. И вот так вот она не заходит. Но если чуть-чуть приподнять видеокарту, она спокойно становится и держит ее ровно. Как видите, вот сейчас видеокарта стоит идеально ровно. Не прогинается. Есть ребро жесткости. То есть, видеокарта с этой стороны абсолютно плотно стоит. Вот. И главное сделать так, чтобы вы не попали в кулер. Чтобы, получается, не нарушать вращение кулера. Вот. И вот таким вот методом спокойно ставится что-либо. Любой абсолютно предмет и держит вашу видеокарту. В плане дизайна и красоты, конечно, если у вас корпус со стеклом, это будет не сильно красиво смотреться. Но зато по функционалу оно будет исполнять свою роль и держать вашу видеокарту. Также, как вариант, можно поставить, например, не здесь, а задвинуть, например, вот туда. То есть, держать с того края, поддерживать. Если вы найдете какую-то более компактную, например, пластиковую штучку, чем такая, например, баночка, то это вообще прекрасно. Ее почти не будет видно. Также можно покрасить любую абсолютно хрень, которую вы сюда поставите, в цвет вашего корпуса. То есть, черный, серый, белый, смотря какой у вас корпус. И будет и стильно смотреться, и функционально. Вот. И, соответственно, когда стоит такая штука, видеокарта у нас стоит плотно, не проседает. Это дает текстолиту быть ровным. То есть, его ничего физически не клонит вниз. И чисто теоретически видеокарта проживет дольше. Но, опять же, если у вас совсем топовые видюхи, с большим охладом, толстым, возможно, даже шире, то есть, например, вот такие вот, то вам обязательно надо это делать, потому что видеокарта вроде как стоит, все хорошо, но с возрастом, по мере нагрева, текстолит может начать прогенаться. А, соответственно, если вы чуть-чуть деформируете сам текстолит, у вас просто начнут отваливаться чипы, что-нибудь еще, кроме чипов памяти или процессора. Вот, и, получается, вы получите себе мертвую видеокарту, которую придется потом на преднагревателе, грубо говоря, пытаться выпрямить и пропаивать ее. Ну, то есть, вот это для нынешних видеокарт больших, вот это самый идеальный способ, просто что-то подставить, чтобы она держалась. Это также, кстати, даст небольшое снижение вибраций, то есть, кулера, как известно всем, вибрируют, все равно дают какие-то вибрации. Если видеокарта стоит в таком положении, то, по сути, все, весь упор идет на переднюю плашку, вот эту заднюю, которая и держит видюху. А таким образом вы часть вибрации еще снимете сюда, то есть, корпус менее будет вибрировать, больше жесткости будет у вас. И если вы хотите переносить корпус в таком состоянии, например, то можно просто снизу либо чуть-чуть капнуть клея, либо, если не хотите портить корпус, поставить на двойной скотч просто, вот, чтобы эта баночка, например, или какой-то предмет, который вы поставите, просто при транспортировке не ездила туда-сюда, а держалась крепко. Учитывая, что ее еще немножко придавливает видеокарта, то есть, она и так достаточно плотно сидит здесь. Вот, так что вот такой вот метод я нашел, чтобы избежать изгиба видеокарт. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Также пишите в комментариях, как вы думаете, следует подпирать видеокарты вообще с другой стороны, или вы считаете, что лучше, чтобы они висели в воздухе. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!